Говорит, снимите все, что будет, то будет. Будем работать с Нетфликсом, под их строжайшим контролем. Я признаюсь, мы вот такие вот сволочи, нам нужны только бабки. Судьба сценаристов во всем мире такая. По-братски там 500 тысяч деньги, да, и все. А ты от души. Вообще-то просто дно какое-то, да? Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер» и наш очередной подкаст. Меня зовут Николай Пак, и у нас сегодня компания продюсеров. Значит, у нас в гостях Анна Дармадехина, продюсер, эксперт по кинорынку и представляет лицензионное агентство Movie Service, ну и также компанию Art Dealer's, продюсерскую компанию Art Dealer's. Также у нас Куришбарев Иркебулан, агент-продюсер компании Color Production. Все верно. Все верно, да. Коллеги, я в принципе, только у меня интересует, в принципе, один основной вопрос. Что делать? Да, что делать? Что нам делать, чтобы попасть на Нетфликс? Ну, условно, Нетфликс. Анна, ваш выход. Очень классно, в общем. Почему-то вы решили с меня начать. Добрый вечер, Николай. Здравствуйте. Ну, вообще, наверное, последнее, да вообще всегда, как только эта тема начала интересовать наших кинематографистов с началом пандемии, я как-то вот ратуюсь за то, чтобы, ну, наверное, не стоит торопиться на Нетфликс. Я понимаю, что вопрос, как нам попасть на Нетфликс, это не вопрос каких-то таких, не вопрос коммерции и бизнеса. Это вопрос такой общий, да? Как нам стать интересным западному рынку? Больше имиджевый такой. Да, больше пиар, больше имидж, чем какой-то реальный бизнес, да? Вот. Я могу сказать, что, наверное, непросто. И я могу сказать, что сложно. Как бы там мы сами себя не успокаивали, сами там себе какие-то отчеты не рисовали, да? Сами себе какие-то картинки не рисовали, ну, давайте будем откровенно признаваться, и последние недавние события с тем, что нам там еле-еле разрешили показывать фильмы Дисней, говорят о том, о чем, что, ну, вот в принципе, да, рынок наш, ну, мало интересен большому кино, скажем, большому кинорынку. Вот. Могу сказать, ну, наверное, пусть там закидают меня камнями после этого. Вот. Ну, да, в мире большого кино, опять-таки, если мы возвращаемся в бизнес, да, ну, Казахстана нет. Давайте разделять все-таки фестивальное, авторское, там, режиссерское кино, да, и бизнес как бизнес. Вот. Так вот, в этой части Казахстана, конечно же, нет. И там о казахстанском кино мало кто знает. Вот. Знает фестивальная публика, знает какие-то эксперты, знает кинокритическое сообщество, знает там сообщество людей внутри индустрии. Если мы говорим о массовом зрителе, а когда мы говорим о Нетфликсе, это в первую очередь именно массовый зритель, потому что, ну, в силу разных причин, вот, тогда, значит, нашего кино там нет. Вот. Вот, поэтому, как попасть на Нетфликс? Ну, я не буду оригинальной, если скажу, что шаг за шагом, планомерно, целеустремленно, там, не отвлекаясь ни на что другое, развивать собственную индустрию. Вступать в какие-то коллаборации, вступать в копродукции, выходить с какими-то предложениями, ну, не на сам Нетфликс, можно, конечно, не на сам Нетфликс, толку, наверное, сначала не будет. Но вот так вот шаг за шагом, потихонечку, потихонечку, ступенька за ступенькой, ну, преодолевать и развивать наш рынок. Конечно же, есть, скажем так, исключения. Исключения. Это громкие имена, имена наших соотечественников, которые известны на Западе, которые прославились на Западе, и как бы их знают какие-то звезды, топовые имена, да. Вот, я думаю, что вот визави мой об этом более подробно, интереснее и подробнее расскажет, у него больше информации. Но эти исключения, они только лишь подтверждают правила. То, о чем я говорю, то есть человек задался целью, туда поехал, там начал развиваться, там начал что-то делать, там начал предлагать свои услуги. Самое главное, начал качественно делать свою работу, интересно делать, предлагать какие-то интересные ходы и решения, показал себя профессионалом и добился результата. Ну, то есть, то, что сделал один человек, ну, максимум два, да, от нас, ну, может быть, там еще три, вот это все должна делать вся наша индустрия. Вся наша казахстанская отечественная индустрия. Вот. Сколько там по времени, допустим, у Айсултана это все заняло, да, вот Ирки Булан расскажет, наверное, сколько это времени. Вот давайте экстраполируем вот опыт одного человека на всю индустрию, да, забудем, что мы делали до этого 30 лет. Вот. И начнем, начнем заново. Начнем заново в изменившихся условиях. Более того, в условиях, которые будут меняться каждые полгода. Они меняются настолько быстро, что мы за ними не успеваем. Ну, это вообще удивительно. Да, не успеваем. То есть, любое, ну, что такое, да, что такое? Любой акт искусства. Это прежде всего рефлексия художника. Рефлексия художника на то, что тебя окружает, на то, что ты видишь, на то, что происходит с тобой в твоей жизни, там, в жизни твоих близких людей. Для этого нужно время, чтобы эта рефлексия произошла, чтобы эта рефлексия случилась. Вот. Нет, есть, конечно, люди, которые прямо вот так прямо, что называется, с колен. Тут же там у нас и пандемия. Раз, все побежали снимать там про этот самый, про то, как, да, про карантины, про все это. Это есть, это, понятно, это естественное явление. Но, опять-таки, чтобы это стало актом искусства, художественным высказыванием, чтобы это стало чем-то, чтобы двинуло индустрию вперед, вот для всего, для этого нужно время. А жизнь у нас сейчас такая, что она нам этого времени не дает. Она заставляет нас как прямо аж жить, что называется, да, постоянно, так сказать, без сна, без отдыха. Не успеешь там, привыкнешь к одним условиям, тебя тут же уже ставят в другие условия. Это неплохо. Это заставляет тебя быть живым. Это заставляет там кровь быстрее бежать по венам и сердце учащение биться. Вот, но, тем не менее, в этом есть и очень много минусов. Очень много минусов от того, что мы не все поймем, не все примем, не все прочувствуем и не все продумаем. Ну, и, соответственно, сделаем какие-то ошибки. Ну, это, говорю, это же, это не самое главное. Самое главное, это вот, возвращаясь как бы к основному тезису, шаг за шагом, планомерно, ставя цели, ставя задачи, ставя вообще себе такую задачу, да, нам нужно выйти с казахстанским кинематографом на мировой какой-то уровень, продвигаться, продвигаться, продвигаться вперед. Это всеобъемлющая задача, всеобъемлющая цель, в которой должны участвовать все акторы индустрии, то есть министерство, государство и частные компании, частные студии. Конечно же, в этом отношении, особенно в условиях нашего рынка, в условиях нашего менталитета, а мы все-таки социальное государство, как бы мы там про себя не говорили, что там капиталистическое, мы социальное государство в первую очередь, вот, и это неплохо, кстати. Вот, и в любом случае, драйвером основным процесса этого, вот, должен стать, должно стать государство. Конечно же, практика показывает, что у частных компаний получается быстрее и эффективнее, вот, но это, опять-таки, будут единичные случаи, единичные случаи. В любом случае, это должна быть, как бы, такая планомерная стратегия и программа. Мы тут с законом о кино разобраться никак не можем. У нас уже сто пятьсот миллионов круглых столов прошло, да, мы там все посидели, все одно из пустого в порожнее попереливали, результата нет. Да, тут я с Анной соглашусь. То есть, прежде чем мечтать попасть на Netflix или там еще прочие какие-то платформы зарубежные, популярные, нужно разобраться с внутренним рынком, потому что у внутреннего рынка есть куча проблем, там, и с авторскими правами, и там такие идеологические вещи, как воспитание зрителя. То есть, у нас зритель все равно, он сейчас переживает такую эру реформ кинематографа. Я думаю, что оно, как бы, в конце концов придет, потому что зритель начнет ценить действительно хорошее кино казахстанское, и будет его смотреть рано или поздно. Но, опять же, нам всем это нужно пережить. И действительно начать снимать качественный контент, прежде чем сидеть и говорить, «О, я хочу на Netflix, вот моя цель». Ну и что ты попал на Netflix дальше? Тебя по плечу похлопали, молодец, ты там за эксклюзив получил свои 5-10 тысяч долларов, и что с этого? 10 вы логнули сейчас. Да. Это максимум, что вы получили, 4 тысячи евро. Это максимум, это прям нужно очень сильно постараться. Ну вот смотрите, давайте попробуем более подробнее разобрать. Во-первых, я хотел вот по тезису Анны, вы, ну, Carap Production, считаете, что вы на пути к этому, или уже у вас какая-то, уже есть какой-то успех в этом плане? Ну, пока такого прям успеха нет, но, да, вы правильно заметили, наверное, мы все-таки на пути. Мы молодой продакшн, который существует там буквально несколько лет, всегда мы снимали там музыкальные клипы, рекламные ролики, даже у нас там сериалов за плечом нет. Но так уж вышло, что за последние там два года, наверное, с середины 20-го или там ближе к концу 20-го, мы решили вот в кино, так скажем, прыгнуть, посмотреть, что это такое. Лично для меня, как для продюсера, эта авантюра, она больше, наверное, идеологического характера. То есть мне же, я как бы, как любитель, как зритель, меня всегда немного, ну, так скажем, у меня было любопытство, неужели в Казахстане нельзя снять там какой-нибудь шедевр или какой-нибудь фильм, который станет популярным не только в Казахстане, но и в мире, или какой-нибудь образовательный фильм. То есть мы там, мы с вами выросли на крутых авторских фильмах, которые, так скажем, ну, так скажем, допустим, взять Америку, они воспитываются на там 60-х, 70-х годах на крутом кино. То есть там в те годы ты не найдешь какой-то там тупой комедии, на которой там несколько поколений выросло, такого не было. И вот и меня всегда, мне всегда было любопытно, неужели в Казахстане такого явления быть не может. И вот у нас появилась возможность, и мы начали, и вот за два года сняли три картины. Одна из них вот буквально на днях закончилась в прокате, картина называется «Зерия». Мы прекрасно понимали, что этот фильм не наберет там какие-то... Можете рассказать, сколько с удалось? Пока подсчеты ведутся, как я сказал, да. Ну, порядок какой-то буквально все. Ну, смешные, смешные. 50 миллионов. Нет, меньше, меньше, меньше. Бюджет картины маленький, как бы тем не менее мы понимали, что кассовый сбор не будет каким-то колоссальным. Но благодаря там дистрибьюторам нашим, прокатчикам, мы вышли в широкий прокат. Фильм не стал популярным. Но хотелось создать вот этот прецедент, что, мол, показать зрителю, что в Казахстане можно такое кино снимать. Кино классное, кино авторское, кино красивое в первую очередь. И те отзывы, которые мы, допустим, в течение проката слышали, как люди говорят, вау, это где в Казахстане снимали? А как у нас разве есть такие локации? Разве у нас есть такие операторы, которые так красиво снимают? Поэтому вот я считаю, что мы этот прецедент создали, и нам хочется вот в этом направлении двигаться. И я думаю, что рано или поздно мы все-таки дойдем до какой-то, если так можно назвать, славы что ли международной. Посмотрим. Анна, вот как вы считаете, у Зерея такая хорошая распись была? Ну, для авторского... Я хочу сказать, что о Зерея очень красивый поэтический фильм. Это притча. Действительно, я посмотрела на проспоказе, и я удивилась, что это работа режиссера-дебютанта. То есть на тот момент это был первый фильм. Красивый фильм. Можно там найти то, нет. Мы потом очень много разговаривали с коллегами, с друзьями, с кем я ходила смотреть. Потом, в общем, два дня разговаривали. С Жандосом Айбасовым очень много сначала на Зерея, потом после этого у нас была запись на Тенгри. В рамках промокомпании фильма «Три» мы потом сразу разговаривали. То есть что это такое? То есть фильм зацепил. Зацепил нас не как рядовые зрители, а вот именно как людей из индустрии фильм зацепил. То есть это уже победа. Это уже победа. Такого красивого фильма, конечно же, не было у нас в Казахстане. Такого поэтичного, такого метафоричного, очень величного фильма с очень таким, ну скажем, богатым актерским составом. Такого фильма, конечно, нет. Что мне хотелось бы сказать в этой связи, и о чем мы, в том числе, и о чем мы спорили, это не спорили, а как бы обсуждали, когда обсуждали, это знаете, о том, что главные роли все-таки сыграли возрастные актеры. Что Ольга Ландина, что Долуга Акмалда, что Берри Кайджанов. И вот мы об этом, кстати, очень много после этого фильма и говорили, что о том нашим актерам, а людям уже как бы, ну, вышедшим на пик своей актерской профессиональной формы, фактически нечего играть. Потому что у нас в основном в прокате засилье молодежных комедий. То есть там, где главные герои – молодые люди. Вот. Режиссеры этих молодежных комедий, с одной стороны, испытывают дикий дефицит в кадрах, потому что невозможно снимать постоянно одних и тех же людей. Ну, это, они приедаются, это первое. И второе, эти люди, они взрослеют. Они перестают быть, просто по возрасту подходить под героев этих комедий, да, массовых. Вот. А актеры, которые выходят именно уже на какой-то вот, на свою вершину актерского мастерства, им нечего играть. Вот. Они там либо в театре, если что-то получится, либо вот это вот «Вечный Касамхан». Как вот у нас, бедный Берри Кайджанов. Хотя в этом фильме Берри Кайджанов просто потрясающий. Просто потрясающий. Ну, один из актеров, когда получил сценарий, и ему предварительный КПП скинули, что, мол, в эти даты хотим снимать. Он говорит, слушай, я в эти даты не могу, но скинь сценарий, я посмотрю. В итоге он отказался от всех своих проектов, лишь бы эту роль получить. Причем о каких-то там стандартных гонорарах даже речи не шло. Потому что это дебютная картина, очень малобюджетная. Ну, и да, это, к слову, как Анна говорит, что действительно опытным актерам играть сейчас нечего, по большому счету. А тут есть что играть. И Берри, как актер, он это почувствовал, он понял, что ему это просто надо. Что невозможно же постоянно там с криками «Алаш» мчаться через весь этот самый. При том, что Касамхан хорошая роль, прекрасная роль, но это невозможно. Постоянно строить свою биографию, уже зрелую, уже состоявшуюся, и вот из одних исторических персонажей. «А больше снимать нечего». Я сейчас вообще молчу про женские роли. Про женские роли – это вообще просто дно какое-то. Ты либо, как абсолютно правильно говорит Баяна Лагузова, ты либо богатая стерва, которая специализируется только она. Либо страдали. Либо какая-то благообразная мать-семейство. Вот такой, да, в куче келлин сидишь там за Дастарханом и вот так вот только головой качать. Говоря вот о росписи, когда мы с Зирея решили выходить в прокат, я пошел к одному из наших прокатчиков, их немного, как вы знаете, в стране. Я пошел к одному из них, они посмотрели фильм. Я услышал такую фразу. «Слушай, фильм, конечно, хороший, но вот я признаюсь, мы вот такие вот сволочи, нам нужны только бабки. Ваш фильм нам денег не принесет, поэтому, наверное, мы его не будем брать в прокат. Вот есть Голливуд, вот есть там Марвел, вот мы их возьмем. Есть Нуртас Адамбаев прекрасный, есть там комедии. Вот мы их берем, а вот это вот. Я говорю, а как же развитие кинематологов? Неужели прокатчик не заинтересован в том, чтобы развивать локальные истории? Говорят, зачем нам это нужно? Мы бабки зарабатываем. Ну и благодаря другому прокатчику, я дико благодарен, мы получили фантастическую роспись, я считаю. Когда я получил роспись от них, когда они сказали, я верю в ваше кино, даже если оно много денег не принесет ни нам, ни вам, я хочу, чтобы люди, как можно больше людей, увидели эту картину. И кто вас покатывал? Меломан. Да. Я так вопросу. Да. Чтобы не задавать вопросы, кто вам ответил по-другому, можно по-хитрому. Ну, то есть, я ничего плохого не сказал, я сказал чистую правду, как было, поэтому. И я на самом деле, и для меня это как бальзам на душу, потому что как бы данное решение, оно, так скажем, не позывало каких-то у меня там денежных вопросов, мол, все благодаря меломану, и разбогатею. Нет, я прекрасно понимал, что каким бы широким прокат не был, бы ты зрителей не заставишь пойти. И отсюда вот мысль о том, что все-таки нужно вот действительно, как она говорит, развиваться здесь, то есть зрителям давать то, что их может заинтересовать. Ну, и, конечно же, говоря о министерстве и о государстве, нужно развивать все-таки зрительский интерес тоже, чтобы зрители шли навстречу. Вот у меня, скажем, такой был, это мой дебютный фильм продюсерский, и когда мои родственники в Таразе узнали, что я продюсирую кино, они говорят, мы пойдем в кино. И вот Деревья выходит в прокат, у меня тетя сходила в кино, она вышла и мне звонит и говорит, слушай, я уже 10 лет не была в кинотеатре, потому что, ну, смысл? Она взрослая женщина, на голливудские фильмы она не ходит, она их может дома посмотреть, казахстанские фильмы неинтересны. Вот она сходила, лишь бы меня поддержать, купила билет, она говорит, я в полном шоке вообще. Как это, ну, когда, в какой момент в Казахстане начали снимать кино? Понимаешь, то есть это слова человека, которые, по сути, символизируют большие массы людей. Если можно, мы можем обсудить какие-то конкретные действия, что может привести, ну, хотя бы условно, вашей компании к какому-то, ну, в смысле, какому-то, как мне кажется, прорыву. Бизнес-потенциалу. Ну, бизнес-потенциалу. Ну, мне кажется, что если, условно говоря, Netflix купит завтра ваш там каш, например, да, ну, если как оригинал, ну, может, я не знаю, как вы договоритесь и так далее, вот, или скажет, ну, вот каша, вот давайте сериал будем делать, ну, какой-то с вами там и так далее. Мне кажется, там должно хватать денег, там, знаете, ну, в смысле, на производство. Это может и должно, но готовый фильм они задорого не купят. Да, готовый, да. Ну, вот если они вам там закажут завтра, вот после вашего там очередного... Ну, это, конечно, уже решение там продюсера или режиссера, если там, скажем, ты показываешь им картину, они говорят, о, классно, мы берем на эксклюзив год, вот тебе там 30 тысяч долларов, но при этом мы подписываем какой-то коммитмент, что от нас вы своей командой будете снимать сериал на такую-то тему. И это, конечно, подкупает, естественно. Но, что касается какой-то дорожной карты, ну, я, наверное, как бы, скажем, некомпетентен в этом деле, потому что пока прецедента не было хороших продаж, между другими... Ну, может быть, никто некомпетентен, Да, я думаю, арт-дилер в Казахстане это, наверное, первый и пока что единственный, наверное, такой прецедент, когда действительно снято кино. Я бы начал рассматривать вообще первые шаги этого фильма. То есть, по сути, фильм снят... Давайте сразу скажем, какой это фильм. Жаннам, ты не поверишь. Да, Жаннам, ты не поверишь. Да, то есть, это фильм снят... Началось все с больших яиц, если можно так выражаться. Снять такую комедию, она такая достаточно, я бы ее назвал, революционной. Как бы внутри фильма, сценария и каких-то постановых кадров, конечно, дело вкуса, есть какие-то, по моему мнению, косяки, но они незначительные. Но если смотреть как на картину в целом, то это такая была серьезная революция, и все мы искренне желали ей успеха. Но так уж получилось, что случилась пандемия, там на вторую неделю проката, даже на первую, закрыли кинотеатры и прочее. И, наверное, это и помогло ребятам создать вот этот вот такой мини-бизнес-проект по международным продажам. Потому что, насколько я знаю, Анна, если я ошибаюсь, поправьте, у него хорошие международные продажи в этой картины были. Просто я к тому, что если бы не та пандемия, фильм бы прокатился месяц, собрал бы там, не знаю, миллиард деньги, потому что люди начинали о нем говорить. И на этом бы продюсера бы успокоились бы и сказали бы... Успокоились бы? Да. Но вы же в этой команде, вы бы, наверное, лучше не успокоились. Да, нет, понимаете, мы же все как? Мы же все люди, ну, у нас же как? У нас бытие определяет сознание, первый закон диалектики. Вот, бытие определяет сознание. Какое у нас было бытие до этого, до пандемии? То есть, вот прокатом все ограничивалось. То есть, выжать максимум из проката с кинотеатрального, а это на самом деле... Снимать еще одно кино, да. Да, и потом как бы снять еще и дальше, дальше. Вот план был такой. План был такой. И, конечно же, весь этот план как бы он был абсолютно нарушен, именно начавшуюся вот эти вот в пандемии форс-мажорным устоятельствами. И уже вот в этих сложившихся обстоятельствах, когда то у нас 15 июня открывают кинотеатр, нам первый раз говорили, то потом 2 июля открывают кинотеатр. Кинотеатры тоже со своей стороны начали говорить, что а давайте нам как бы другую версию нам покажите. Мы такие, ну почему другую? Эту-то еще никто не видел. Мы совсем, мы вышли третьего, там уже какого, какого там уже, 15, 10, уже все закрыто. Эту-то еще не все посмотрели. Ну, то есть, были очень разные нюансы внутренние, вот, по которым мы как бы поняли, что когда бы кинотеатры не открылись в полной мере, ну, у нас проката не будет. Потому что потом открылось, если вы помните, Восточный Казахстан, там Семипалатинск, Усть-Каменогорск, мы туда пошли снова в прокат, и там люди приходили и говорили, ну блин, это же старое кино, мы же его уже видели. Ну, хотя, да, потому что, понятное дело, Усть-Каменогорск и Семипалатинск это не самые многочисленные по кинозрителю регионы, разумеется, они там все, все, кто хотел посмотреть казахстанское кино с таким названием, да, они там все посмотрели, для них это старый фильм. Вот, и тогда, конечно же, начали думать, а что в этой ситуации можно сделать, вот, куда вот можно пойти, в том, в тех наших условиях, вот, когда мы, в общем-то, еще не знали, как, что есть такой второй рынок, да, в виде там, ну, второй рынок, для нас только телеки, это только ТВ, но у нас был контракт с КТК о поддержке, и для нас год был телеки точно закрыт, и спасибо КТК, они нас, честно, нас ждали, то есть они не стали выкручивать руки, давайте нам свое кино, они вот подождали, пока мы, скажем так, практически до Нового года, то есть с марта до Нового года они не предъявляли свои права, вот, это нам потом помогло очень хорошо, сыграло хорошую роль, когда у нас была сделка с кинопоиском, вот, то есть тут, да, тут моя большая, то есть с кинопоиском была такая вынужденная, да, КТК, это была, да, такая вынужденная, к этому моменту, когда все это случилось, тогда, когда я уже постучала во все двери, а тогда мы, и я, и Иви написала, и Око написала, и Мегаго написала, и все сказали, что, нет, да, мы возьмем, ну, так давайте, давайте в нашу, там, на Рэвшар, в нашу библиотеку, ну, там, 600 рублей заплатим, там, я не знаю, там, Иви сказали. 600 рублей за просмотр, да? Нет, 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 за фильм возьмем, вошли 600 рублей, 600 рублей, 3000 тенге. А потом, а потом на ролике, я говорю, нет, вы не понимаете, нам это не надо, нам нужно, как бы, вот такие-таки-то деньги, вот, потому что это не то кино, которое у вас сейчас есть в библиотеке, то есть, я им все это объясняла, то есть, вы сейчас, то, что у вас, я посмотрела все библиотеки, то, что у вас сейчас есть, это старые фильмы, те, которые уже давным-давно посмотрены, пересмотрены, я сейчас вам предлагаю совершенно новое кино, которое никто не видел, у которого большущий маркетинговый потенциал, и потенциал именно в просмотрах, и мне не нужны 600 рублей, мне нужны совершенно другие деньги. 600 миллионов мне нужны. Да, вот, и никто не соглашался, вот, а кинопоиск, кинопоиску я писала тоже, вот, и они мне сначала ответили именно точно так же, и это было где-то уже конец лета, начало осени, и я такая уже так сказать, ну, ладно, блин, ну что, ладно, ну, откроются же когда-нибудь кинотеатры, в конце-то концов, но это же не мы продолжаем вечно, начнем переговоры заново, будем пытаться выходить хоть на каких-то условиях, ну, чтобы хотя бы, ну, хоть чуть-чуть, потому что отбить-то мы отбили производственный бюджет, но хотя бы, чтобы мы чуть-чуть заработали. Отбили на тех днях, первых днях, на тех первых днях, да, которые мы это самое. Но надо сказать, что, наверное, у вас производственный бюджет был небольшой, с учетом того, что у вас участники компании, ваши партнеры, они все, они все, скажем, все работали за идею, то есть оплачивалось только то, что, как бы, там, никто бы не брал за сфер, за режиссера, никто не брал за свет, за технику, ну, актеры, конечно, некоторые взяли, но там, кто был в компании, тот не взял, там, за операторскую работу тоже, с этим мы уже потом расплачивались, вот, вот, как бы, мы, у нас получилось отбить, вот, и, когда написал «Кинопоиск», у нас к этому времени уже была фестивальная история, потому что, первым сам, как бы, после того, как отказали все, я посидела, подумала, блин, ну, что делать, ну, давайте попытаемся на фестиваль пойти, ну, это вот уже там, вот, дайте, такой безумный мозговой штурм, да, давайте на фестиваль. До чего фантазия дошла. Да, ну, понятное дело, что кино не фестивальное, понятное дело, что, ну, как не фестивальное, не фестивальное в том понимании фестиваля, которое, оно у нас до этого существовало. Да, авторские. мы же, как и сказала, до этого у нас режиссерская, авторская, ну, мы все на Адельхана Ержанова ориентируемся, Адельхан Ержанов, меньший там, Кан, Венеция, вообще ничего не рассматривает в своем фильме, и это понятно у него, он такое кино снимает. И для нас это и был фестиваль, это вот, значит, туда. И, когда я смотрю туда, я понимаю, что вот у меня в руках вообще не для того, не туда. а о том, что там существуют какие-то фестивали, и их большинство, их очень много, это вообще как бы безгранично, именно жанрового кино и тематического кино, тогда, конечно же, об этом было очень как бы такое представление. И я показала нескольким таким своим знакомым, знакомым в России, хорошим знакомым, с которыми как бы очень давно мы общались, еще по моей работе в меломане. И надо тоже сказать им большое спасибо, что они как бы так очень восприняли, ну, скажем так, по-партнерски. То есть, они сами находились в такой же ситуации, там тоже все было закрыто, ну, мы все прекрасно знаем, там тоже теряли кинотеатры, закрывали, там просили помощи государству. Вот, но они как бы отнеслись к этому очень как бы, ну, сердечно, вот, давали советы, вот это вот так, а вот это вот так, ой, мы, конечно, не знаем, что это получится. Но, в общем, в конце концов, мы вышли на компанию, на очень хорошую компанию, которая точно так же поверила в наш фильм. Вот. Я с компанией сказала сразу, что, ребят, вот у меня как бы денег нету. Вот. То есть, вот куда можно, туда давайте пойдем. То есть, компания, которая занимается именно... фестивальным продвижением. Фестивальным продвижением. Они посмотрели фильм, и что такое, знаете, Николай, я сделала себе, будет пандемия, вот для, допустим, для себя, да. Вот пандемия, это, скажем так, вот поиск единомышленников и соратников. То есть, все люди, которые повстречались мне на том, в тот период на пути, они все были с нами потом в партнерстве, именно потому, что они поверили в фильм. Вот. То есть, и компания, занимающаяся фестивальным продвижением, у которой тоже раньше не было, кейсов с жанровым кино, с таким очень коммерческим и очень жанровым фильмом, и плюс ко всему, каким жанром? Жанром, скажем там, очень узким. Да. То есть, очень многие люди, которые смотрели, сказали, да, мне нравится, но это не мое кино. Да, да. Вот. То есть, такого было большинство, и это очень узкий жанр. То есть, такая, мы потом на международных рынках определяли себя, как хоррор, хоррор, романтический хоррор. Романтический хоррор такой. Романтический хоррор, да. Да, да, да. Мелодрама с элементами хоррора. Вот такого, знаете, было. То есть, это такое, знаете, тоже очень строго на любителя. Да. То есть, это не для всех фильм. И здесь, в Казахстане, когда смотрели, и мне потом рассказывали, говорят, блин, я такое не люблю, что там у вас такое, что вы не можете по-человечески все это снять, что ли? Ну, мы сняли, как сняли. Вот, сняли, хорошо. И люди поверили в фильм, и да, у нас случилась эта фестивальная история. То есть, они начали уже потом от себя начали предлагать, доказывать, разговаривать уже с фестивальными отборщиками. Потому что у нас был Варшавский фестиваль первый, и когда, значит, они мне, ребята из этой компании, сказали, девчата, сказали, что вы сдали Варшаву, я, если честно, была удивлена. Потому что Варшава, это опять-таки, то Адирхан, это вот это вот в нашем понимании. Вот. И я была очень удивлена. Мне кажется, Варшава сама была удивлена, что она взяла такой фильм в прокат, вернее, в программу. Конечно же, никаких призов потом не заработали, это понятно. Но очень хорошие мы под... У нас были первые пресс-конференции для журналистов, для фестивальных отборщиков. Все это по телефону, все это как бы вот через скайп. А, ну смотрите, а вот для чего это важно? Это же, ну, не монетизируемая история, да, если это не призы. Это для маркетинга важно? Это для маркетинга, во-первых, очень важно, да, это для маркетинга, и это важно для продаж, для международных продаж, потому что на всех фестивалях сидят... То есть это такой маркет такой, да? Да, сидят как бы люди, сидят агенты, которые забирают фильмы в свои пакеты. И после Варшавы, да, такой агент случился и у нас, то есть нам позвонили, вот, и предложили, давайте как бы, ну, давайте вместе поработаем. Я не согласилась сразу, вот. А что там, там в твёрдый счёт пытались покупить или... Нет, нет, это всё, знаете, это всё... Вместе пойдём двигаться, как бы, да, посмотрим, что получится. это всё от того, что я тётка вредная, вот, на самом деле, да, вредная, и я, знаете, ну, не так вот, предложили, давайте вот всё, вот так вот, вот такого восторженного у меня отношений нет и не было, вот, и плюс ко всему прочему, именно вот в этих переговорах, именно вот в этих как бы движениях, скажем так, связанных с фильмом, ну, начинало выкристаллизовываться понимание именно этого рынка. Да, да. Потому что... Такой трудный шаг, да? Да, потому что, в общем-то, бизнес понимания у меня как бы было и до этого, единственное, что как бы, ну, общее было и до этого, поэтому просто эти инструменты надо было приложить к сфере, в которой ты до этого ещё не работала. Вот, и когда я эти инструменты прикладывала, я как бы понимала, что, ну, вот тут торопиться не стоит. Торопиться не стоит, потому что кино, это, знаете, какой бизнес? Это бизнес замешанной эмоцией. Да. А бизнес замешанной эмоцией, это всегда, скажем так, мутная водица. Вот, и очень много, скажем, таких вот людей на таких вот рынках, которые вот как раз-таки ищут неискушённых, так сказать, неофитов, которые вот только-только выходят, ничего не знают, никого не знают, да, вот, и тут-то можно себе что-то отхватить. Тут, кстати, таких прецедентов и истории очень много. Вот, поэтому, конечно, я не торопилась с заключением договора, вот, я хотела посмотреть, посмотреть ещё на нескольких фестивалях, потом, после этого я сама поторговалась на рынках, ну, то есть, я говорю, окей, хорошо, давайте мы подождём, торопиться не будем, давайте мы сделаем это сами. Ну, то есть, зарегистрироваться там на берлинском, на берлинском маркете, зарегистрироваться на том же самом Каннском кинорынке, там и так далее, на гонконгском, тут, как бы, ничего особо сложного нету. Вот, и вот, когда у меня уже в пакет, уже в опыт был и Берлин, и Канны, и МИАЙПИ, и Гонконг, и Шанхай, вот, то есть, тогда, когда я поняла, как эта индустрия работает, вот, этот сейлс-агент позвонил во второй раз. Вот, она сказала, ну, вы надумали, давайте, как бы, ещё, вот, и я, да, я решила, что, да, у нас будет сейлс-агент, это безопаснее, это безопаснее, особенно, когда, ну, особенно, если ты такой, ну, сделай хороший, заключишь договор, выторгиваешь себе хорошие условия. А как это происходит? То есть, например, сейлс-агент получает от вас, ну, какие-то полномочия, да, представлять и продавать, да, а продают, как, территориями, то есть, продают странами, там, или, там, регионами, там, целыми, права на Южную Америку, и заключается, как бы, сделка, потом очень все индивидуально. Да, там, и телек, и... Можно регион сразу продать, да, можно только одну страну, то есть, у нас и так, и так, то есть, у нас есть, допустим, Северная Америка, которая заключается в США и Канаду, а есть мелкие сделки, там, допустим, Тайвань, там, Франция, Норвегия отдельно, вот так, то есть, не Европа. То есть, сейлс-агент, он за какую-то комиссию, да, он продает, скажем так, используя свои связи, и вообще, как бы, ну, потому что это его работа, да, он это делает на международном рынке, окей, хорошо, ну, это примерно, мы можем говорить, о каких цифрах речь? Да, конечно, можно в зависимости от страны, в зависимости, какая страна, допустим, да, от 10%, ну, от 5 тысяч долларов, там, продажа на страну, до 50 тысяч долларов, вот так вот. То есть, это единовременно фиксировано. Да, понятно, это твердый счет, они просто... Твердый счет, да, а потом уже начинается, допустим, там у нас сейчас Жанн выходит, там во Франции на DVD, в Германии на DVD, да. А DVD рынок, он как бы есть. На Таймане на DVD. Да, DVD рынок развит вообще во всем мире очень хорошо, кроме нас. Мы слишком быстро прогрессируем. Да, мы слишком технологичны для этого. Мы слишком технологичны для этого. Да. Кинопоиск. Когда, в какой момент появился Кинопоиск снова? Вот, Кинопоиск, говорю, появился снова тогда, когда я уже думаю, ну ладно. Вы продали все страны? Нет, нет, еще тогда не продали. Эти продажи начались уже потом. Как раз таки, это был тот период, когда я вот сидела на этих рынках и понимала, в общем, да, что меня тут, в общем-то, держат за человека из страны. Почему я говорю, что никто не знает, вы знаете, я даже скажу как шутку такую, ну, ты там регистрируешься, обозначаешь, что ты там и байер, и селлер, в общем-то, да, и начинают тебе приходить письма. Письма, вот, здравствуйте, вот вы новая компания, да, а можно вам предложить как бы наш пакет? Ну, давайте, можно предложить. И присылают в фильмы 76-го года. Ну, то есть, просто фильмы 72-го, 73-го, то есть, люди, они видят Казахстан. Да. Вот, давайте начнем с этого. Да, я говорю, спасибо, мы это все видели. Мы даже аватара посмотрели. У нас есть интернет. Да, мы научились им пользоваться уже, да. То есть, вот, и это было, значит, уже после, уже был конец, конец лета, где-то начало осени, потому что мы вышли в декабре, вот это все это время шли, шла вот эта вот сделка, шла вот эта вот сделка, они написали сами, написали сами, сказали, что даже не так, они даже написали не по Жанам, они написали по, по другому пакету. Тогда у меня еще в моем операционном управлении был пакет Астана Фильм Фонда. Сакай Фильм Астана Фильм Фонда. Вот эти вот. То есть, каникулы, да? Каникулы офлайн, каникулы офлайн 2, бизнесмены, районы. Вот, они написали сначала по этому пакету. Почему? Потому что у нас как раз таки вот летом, когда все как бы было замер, все как бы ничего такого не было, у меня была большая маркетинговая компания с онлайн-кинотеатром «Иви» по фильму «Бизнесмены». Там много штучек разных было. Мы Константина Крюкова попросили записать это видео. Они это все запустили даже в свой корпоративный аккаунт «Иви». А так как жесткая конкуренция, друг за дружком все следят онлайн-кинотеатры, то они посмотрели кинопоиск и они вспомнили, что ага, нам же писали. И давайте по вашему пакету. Я выслала пакеты и выслала Жанну. Но Жанну, я говорю, на холде. Они такие, почему на холде? Ну вот так и так. Завела свою сиротскую песню, что вот так и возможно мы выйдем. Они говорят, пришлите посмотреть. Вы сказали, что мы будем ждать. Мы будем ждать открытия кинотеатров. Да, вот так вот. У нас так-так-так случилось. Мы будем ждать открытия кинотеатров. Они попросили посмотреть. И очень быстро вернулись с ответом. И сказали, что они готовы купить. Купили как оригинал, опять-таки. Но, я так понимаю, там было два этапа. Сначала на Казахстан они открыли. Да. Сначала, конечно, мы торговали на все СНГ, разумеется. Были названы определенные суммы. Они сказали, нет, давайте на СНГ нам не надо. Это уже потом в разговорах мы потом подружились с тем менеджером, который вела сначала эту сделку. Она сейчас ушла на работу с мейджерами. Вот. И потом с тем менеджером, кто пришла на ее место. Вот. Постоянно, буквально сегодня тоже в первые половины дни общались. Вот. Очень сильно подружились. Вот. И они тогда уже рассказали, что они хотят очень развиваться на казахстанский рынок. Именно вот таким путем. Путем приобретения свежих фильмов. Путем их промоутирования отдельно. Путем вкладывания в маркетинговую кампанию. Для того, чтобы все больше и больше развивать подписчиков своих в Казахстане. Вот. И взяли только на Казахстан. Ну, в общем-то, нам. А какие там, получается, есть опции? То есть, есть выкуп? Ну, вы не пошли этим путем, да? То есть, просто там выкупаются права, там то есть, там же какие-то начисления. Нет, почему? Они купили именно права на определенный срок. Вот. На определенную территорию и определенный вид прав. Ну, обычно там самораспространенный самораспространенный. Эй, вот и и сведи, да? То есть, там начисления там по рублям, там что-то вот за просмотр? Нет, это потом, да, это потом. Там, знаете, Николай, могу сказать, что это настолько маленькие деньги, потом начисления по рублям, что да, что я даже никому не рекомендую с этим за это с ними потом там биться. То есть, если вам предлагают фиксированную, возьмите все и... Ну, а тоже какой-то порядок цифр. Сколько это может быть? Десятки, сотни тысяч? Ну, не сотни, это точно, ну, это десятки, несколько десятков, да, несколько десятков тысяч долларов. Такой вопрос. Вот, Юрки Боан, если вот ваш фильм, например, предположим, ну, вот каша делается на частные деньги, да, без поддержки государства. То есть, наверное, все равно какая-то стоит цель как-то отбить. Разумеется, разумеется. Мы все представители частной компании, поэтому это у нас как бы автоматом. Ну, я на всякий случай проговариваю, чтобы вот эти вот вещи, как бы, ну, там у нас не путались, да, то есть вот. Соответственно, вы в своей какой-то стратегии продаж, я не знаю, она есть там, вы имеете в виду вот такую вот, как сказать, опцию, чтобы продать там на стриминг, например? Конечно, это, ну, смотрите, первостепенно для нас по фильму «Каш» это цель казахстанский прокат, потому что фильм идеологически важен для казахского населения, для казахов в том числе. Вот, после чего мы хотим, конечно, заниматься международными продажами. На сегодняшний день уже есть интерес нескольких международных компаний о прокате в своих странах, в силу того, что у нас там есть несколько звезд российских актеров. Как-то у вас? Александр Паль у нас снимается и Варвара Шмыкова. Вот, и в целом тема для международных зарубежных компаний такая достаточно интересная. Мы этот фильм позиционируем как этно-хоррор, говоря вот о романтическом хорроре, да? У казахстанского станет любой жанр плюс хоррор. Да, да, мы его называем этно-хоррор, и, честно говоря, когда мы его так определили, как-то на душе это сразу стало понятно, почему мы его так называем, дай бог вы тоже поймете. Вот, ну и да, у нас есть цели, конечно, как можно больше стран охватить, как можно больше возможностей этой VOD и кинотеатры и там и прочие CD, DVD, как бы планы есть такие, конечно, надежды, так скажем. Примерный алгоритм действий я понимаю, какой переговоры уже ведутся, но, как бы, ну, будем надеяться, черт его знает. А вы можете озвучить там бюджет? Фильма? Да. Ну, пока озвучивать рано. Порядок какой-нибудь ответить? Ну, порядок, я думаю, ну, больше, чем среднестатистический казахстанский фильм, негосударственный, должен отметить. Он достаточно дорогой обошелся, он очень дорого для нас обошелся. Ну, до миллиона. Чего, долларов? Да. Конечно, да, конечно. До миллиона долларов это только Минкуль снимает за миллион долларов. Да, миллион, только чтобы понимать. Да, и вот, говоря о Жанном, ты не поверишь, я вот хотел отметить, что если Жанном, ты не поверишь, благодарен пандемии, то все мы, молодые кинематографисты, благодарны Жанном, ты не поверишь. Потому что, если для них пандемия, так скажем, заставила открывать те двери, о которых они не думали, то по их стопам условно мы делаем то же самое. Я вот, скажем, в прошлом году в сентябре летал в Москву, назначил заранее несколько встреч с дистрибьюторами, с продюсерами, с какими-то онлайн платформами. И все говорили только вот, Жанном, ты не поверишь. На тот момент еще был для них классный кейс, фильм Ага, который у нас тоже там что-то в прокате. Он на Иве или на Кинопоиске? На Кинопоиске. На Кинопоиске, да. Это Джон Уик, Джон Уик казахстанский. Баладарский Джон Уик. Да, Баладарский Джон Уик. Они были в диком восторге от этих двух фильмов. Вот с кем я не общался, все говорят, вау. В России просто производители ломают голову, как вообще казахам такое удается снимать. Я говорю, ну как бы для нас это обыденность. Жанном, ты не поверишь, да, это трэш-комедия, на которой мы посмеялись, сказали, вау, прикольно. Ага, для меня это просто трэш, который, ну, я его не понял слегка. Ну да, режиссер-дебютант, да, там какие-то личные у него мотивы были такое кино снимать. Но, а для них это типа, нифига себе, круто, мы от вас не ожидали. А мы-то живем в этой реальности. То есть, и я тогда понял, что действительно для зарубежного зрителя, для зарубежных дистрибьюторов, продюсеров, казахи сегодня это вот такая нация производителей крутого контента. И у меня сложилось впечатление, знаете, вот что бы я им сейчас не дал, какой бы фильм не дал, они его возьмут, потому что создан прецедент, шаг сделан, и они на него смотрят, такие, окей, что у вас есть? Я говорю, вот у нас есть фильм «Зере», авторское кино, весь фильм снимался на острове, на необитаемом, вот так-то, так-то, они такие, опа, вот скрины, вот такие вот скрины, давай, показывай, мы возьмем, мы вот туда, на старт, вот на Иви, вот туда, что еще есть? Ну, еще есть каш, но он как бы сейчас монтируется, вот у нас там Саша Паль снимался, все, в прокат возьмем, давай договор подписывать. В общем, ну, то есть, классно на самом деле, и как бы в этом плане, конечно, развитие есть. На нас уже не смотрят, как на таких дилетантов, да, я имею в виду на наш рынок казахский. Ну, опять же, возвращаясь к первой теме, нам расслабляться рано, нужно действительно стараться делать все качественнее, лучше, развивать зрителя и самим развиваться. Ну, вот к слову, вот просто я так, тоже из вредности, ну, вот то, про что я говорю, такая условно-многочастная инициатива, вы как раз вот в этом разговоре, как мне кажется, где-то ее же подтверждаете, потому что, ну, вот мы говорим, Жанна, ты не поверишь, это прецедент, потом кто-то смотрит, тоже пытается пройти по, ну, по той же дороге. Ну, вот я, например, вижу так, я там государство, честно говоря, вижу тогда, когда уже, знаете, там, ну, грубо говоря, когда уже определятся главные игроки, они, к сожалению, определятся не внутри страны все-таки, как мне кажется, а признанием «за». И тогда уже там и государство прибежит, и министр культуры, и информации будут фотографироваться вместе с людьми, которые там являются фронтменами. Да, ну, это вот какая-то такая неправильная история. Да, но с другой стороны, как бы двигатель, мне кажется, вот я ставлю на то, что вот, грубо говоря, выйдут какие-то команды, то есть выйдут команды, они будут пробиваться и, грубо говоря, пробьются, и, ну, давайте вот об этом поговорим, потому что то, что вы говорите, например, есть российский рынок, как сказала Анна, каждые полгода у нас большие изменения, есть изменения, связанные вот с войной России, с Украиной, да, и, соответственно, там есть какие-то, ну, как сказать, точно, как бы обстоятельства очень сильно поменялись, да. С одной стороны, ну, как мне кажется, ну, то есть есть там, Анна, вы поправьте меня, ну, вот в России полностью лишаются американской библиотеки или как-то частично с правами, или как-то их отзывают, ну, вот на этих постреминговых сервисах. Да, сейчас ситуация не совсем понятна, почему? Потому что фильмы же в библиотеку берутся на несколько лет, и пока вот эти вот договора не закончатся, никто их никуда не забирает, да, какие-то там периодически, я читаю, попадаются сообщения, что вот, мы сейчас все будем изымать, но, насколько я понимаю, дальше вот просто таких вот разговоров это дело не идет, потому что это юридические все вещи, вот, и пока как бы есть эти… На поиске, я вижу, премьеры, в том числе какие-то американские, может быть, они раньше заключены были? Да, то, что, скорее всего, раньше заключены, потом, скорее всего, это какие-то, ну, премьеры именно мелких европейских, американских студий, то есть те-то никуда не ушли, вот, те как продолжали работать, так продолжают работать, и, в общем-то, в прокате в России тоже фильмы встречаются. Это такое заявление сделали большие мейджоры, которым ну, деваться некуда, они, может, и не хотели особо их делать, но им деваться было, деваться некуда. А мелкие игроки рынка, которых, в общем-то, государство американское, скажем так, не замечает, ну, вот, они как работали, так в России работают. Плюс, ко всему прочему, конечно же, все, что успели закупиться до вот начала всех этих событий, к примеру, в прошлом году, да, вот, эти договора, вот, а за многие-то было что-то заплачено же уже деньгами, да, понятное дело, что никто не собирается ничего не возвращать, это точно и не отдавать. Вот, поэтому эти вот фильмы, они в прокате и появляются. Другой вопрос, конечно же, что эти фильмы, да, их недостаточно для того, чтобы поддерживать российский кинофанат. Да, то есть возникает какой-то определенный недостаток, возможный недостаток контента. Возможный недостаток контента. В том числе, ну, я вообще сейчас больше про стриминг-платформ, хотя мы тоже можем говорить про и про кинопрокат. То есть возникает, ну, я не знаю, подтвержденное, неподтвержденное, что есть такой недостаток, глубоко, какого-то контента. Есть, как я понимаю, есть прецеденты, кроме вот фильмов, есть прецеденты по, там, по сериалам, да, вот на старте вышел этот Шекер, они его купили, да, и как вот, ну, по крайней мере, я разговаривал, у него достаточно хорошие показатели, ну, вот на старте, потому что он, говорит, там, типа, входит в двадцатку у них, с учетом того, что говорят, что они не пушат вообще, ну, сериал, потому что, ну, тема, там, продажи наркотиков, там, и так далее. Вот. И я так понимаю, что возникает теперь интерес, то, о чем вы говорите, Ирки Булан, о том, что, ну, я не уверен, что он такой за какое-то очень большое искусство или какую-то самобытность, но все-таки, возможно, мы рассматриваемся, там, вот этими большими конкурирующими между собой стриминг-платформами российскими, да, как поставщики контента, который, может быть, дешевле, ну, как бы, да, дешевле – это норм, с другой стороны, есть прецедент, где нет, ну, в некоторых проектах, ну, в том же Шекере нет никакой российской звезды в этой истории, там, про казахов, казахов, просто говорящих по-русски, да, как бы, ну, вот, вот, я, честно говоря, у меня есть замечания по поводу вот этого, как ага, заходит, я думаю, что мы какие-то, где-то, знаете, иногда какие-то корейские фильмы смотришь, ну, такие, не те, которые в Каннах, там, а вот такие какие-то сериалы, я, честно говоря, смотрю, и их вот эти мимические какие-то вещи, я не понимаю, почему, мне кажется, они все переигрывают, но с другой стороны, ты думаешь, ну, они, наверное, такие, и ты, как бы, у тебя нету понимания, что это что-то, ну, как бы, не срабатывает, наверное, мне кажется, про казахов, там, фильм «Ага», там, ну, казахи, наверное, такие, они, ну, как бы, ну, как бы, и нигеры такие, они чуть-чуть такие хаслят вот так вот, да, снимают кино, и, наверное, в Казахстане все так себя ведут, поэтому, ну, типа. Ну, говоря о корейском кино, вот, когда вышли «Паразиты» и там выиграли «Оскара», очень многие люди, там, даже в моем окружении были удивлены, мол, нифига себе, корейцы вот так вот, раз, и «Оскар» взяли, а на самом-то деле, корейцы-то много-много лет снимают офигенное качественное кино, просто об этом в мире, не знаю. Ну, у них на любых уровнях у них снимается хоть какой, хоть низкий жанр, хоть высокий. Конечно, абсолютно. Ну, вот, и разговор опять про российский стриминг, платформы, да, там у них появляются еще какие-то организации, Анна, если можете, расскажите, какой-то «Ирии» теперь еще какая-то вот российская, они тоже закупают контент, они же не платформа, что-то вот такое там. Нет, нет, они ничего не закупают, это такая распределяющая шляпа, скажем так, она, да, распределяется. То есть, я думаю, это… Да, нет, они не закупают, у них нет никакого своего, скажем так, ну, куда закупают, они просто… это как фонд кино. А, ну, они перекидывают просто между… Фонд кино просто рассчитано на более… не только на кино, то есть, и в первую очередь не столько на кино, вот, а столько на такие, знаете, наполнения для рутюба. А, понятно. Наполнить, то есть, там, ролики, передачи, да, там, документальные фильмы. Фильтр какой-то. Да, вот. Ну вот, и возникает ли… ну, то есть, как вы оцениваете эту ситуацию? То есть, я в том плане, что, условно, с одной стороны, наверное… Есть ли для нас какие-то возможности в этой ситуации? Есть ли для нас какие-то возможности? И, ну, вот, как я рассуждал, когда вот мы там общались тоже вот с представителями, да, там, платформ, все-таки есть какое-то… ну, как мне кажется, если раньше они двигались по такому пути, то есть, если есть мы, следующий у нас там этап, ну, Россия, он, ну, не в мировом этом, как сказать, мировом рынке, они там такие немаленькие, они достаточно очень развились, и у них есть контент, который, в принципе, они там для россиян, для русскоязычных, но можно часть из них показывать всему миру. Ну, теперь вопрос такой, то есть, возможно, теперь на этих стриминг-платформах ответственность, ну, там, оценивая перспективы, как бы, да, закупки американского контента, мирового контента, возможно, что это будет такой, как на телеке чуть-чуть, то есть, специфический контент для российской аудитории. И это теперь не совсем тот же контент, который делается для мира. Немножко сложно, наверное, да, я сказал сейчас? Сложно. Интересно ли, я так понял, что открывается ли больше возможностей… Это первый вопрос, да, но если такая вот, я для себя взял вывод, что есть такая особенность, то есть, если ты теперь условно делаешь, например, условно для русского зрителя, для российского зрителя, это не совсем то, что, например, может быть востребовано в мире. Вы знаете, как в телеке, вот в телеке, если работать, то есть, есть там условный, там, до этого, там, СТС, там, «Солнечная семья», да, мы понимаем, что вот… Да, 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 есть формат некий. Да, есть формат, и, в общем-то, какие-то, если ты хочешь показать миру какой-то там русский продукт, условно, то ты не делаешь, как бы, каких-то таких вот вещей, ну, то есть… Я не соглашусь, потому что, опять же, возвращаясь к Джанам, ты не поверишь, полфильма чувак говорит на казахском «Махал Матильдер», который, по моему мнению, перевести просто невозможно. Как это перевести? Потому что это издревле, там, традиционно казахские, там, раньше писали вот эти вот мини-стишки, да, которые в жизни люди используют, поучая, да, там, опять же, ну, интересно вызвал, то есть, по факту. То есть, для меня была новость, что Жаннам, ты не поверишь, смотрят за рубежом и смотрят, причем, с удовольствием. Я вспоминаю фильмы, думаю, как вот этот антагонист главный, он только вот как из книги Абая как будто разговаривает на казахском языке. Как это можно перевести, раз, во-вторых, как это можно вообще иностранцу понять? Это мне, даже тут я там, допустим, с другом пошел на фильм, он казахский, понимает, но он сидит, он думает, что он сказал. То есть, а я-то знаю, потому что у меня из детства, как бы, у меня дедушка, эти все «Махал Матильдер» читал, и мне смешно, я вспоминаю, как бы, свои корни, да, но, тем не менее, заходит, поэтому, как бы, кино же вещь такая, что, как бы, тут специфика какая бы ни была, то есть, если ты даже, если в России интересно, это может быть и везде интересно, почему нет? Ну, смотрите, мы вот так, как бы, зациклились на Жаннам, вторым успешным кейсом, вот, по просмотрам таким же успешным, стал «Квартиранты», вот, «Кушик, куда квартиранты», вот, у «Кинопоиска» в рамках нашего контента, именно, у них, вот, Жанн, ты не поверишь, и второй по популярности «Кушик, куда квартиранты», вот. У «Иви» сейчас, «Иви»… Ну, вот «Квартирантов» они взяли для нашей аудитории? Да, нет, они взяли для нашей аудитории, вот, вот, и это тоже было очень хорошим, успешным, успешным проектом, вот, а вот «Иви» купили у меня сериал «Квартиранты», вот, они взяли тоже для нас, но открыли, попросили разрешение, открыла на СНГ, вот, сериал «Квартиранты» они купили на казахском языке, он не знает, потому что на казахском языке с русскими субтитрами, вот, и вот сейчас они его дублируют за свой счет на русский язык, потому что они открыли его на российскую аудиторию, вот, и у них большое количество просмотров, они это все отследили, что интерес этот сериал вызвал, потому что тема, она актуальна для всех, для всех СНГ у нас, 90% людей проживают на квартирах, «Квартиранты» это, как бы, актуально для всех. По поводу возможностей, вот тут такая, ну, очень непростая в этом отношении тема, ну, если там, допустим, поговорить с тем же Адильханом Мираном, который недавно снял сериал «Замерзший для среды», то он, наверное, расскажет много чего, такого там, допустим, пускай это он, как бы, расскажет, о том, что это все, это все не так просто, и то, как бы, не так однозначно. Вот у нас, знаете, тоже мне, когда вот там перестали в Россию поступать в прокат большие фильмы, мне бы, наверное, позвонили все, ну, давай сейчас в прокат российский выйдем, там же сейчас нет, не хватает места. Кто-то входит, ходил слух, что… Вроде они как вышли, да, но тоже какой-то такой точной информации про это не найти. Вот. И сейчас мы там же, они сейчас все будут брать. Нет, они не будут брать все. Даже если у них там нет фильмов, потому что нужно понимать, как устроен сам кинопрокатный рынок. Вот что такое вообще кинотеатр, работа кинотеатров, да? От того, что как бы там нет фильмов, им на самом деле проще закрыться и не работать, чем работать на какой-то казахский фильм, который они знают в глубинке у тебя там в России, никто не пойдет и никто не будет смотреть. Вот. Потому что, опять-таки, как я и говорила, что наш кинопрокатный рынок – это не наш, не казахстанского кино, точно так же и в России кинопрокатный рынок России – это не рынок российского кино. Они точно так же его сейчас осваивают. У них это получается намного лучше, чем у нас, будем откровенны, потому что у них, ну, бюджетов больше, да, это… Ресурсов больше. Ресурсов больше, у них министерство на это прям заточено, ну, целый там комитет, и министр культуры, и все, и есть много разных институций. Мы-то только тут фонд кино знаем. Ну, и какой-то рынок все равно, он существует. Да, это мы только только фонд кино знаем, а там союз кинематографистов, союз молодых кинематографистов, все проводят какие-то питчинги, все куда-то ездят, там 150 фестивалей только своих собственных, они все финансируются министерством культуры. Ну, то есть, у них вот индустрия, она, конечно же, намного развитее, чем у нас, нам есть куда стремиться, с чего брать пример, тем более, что они охотно этим хотят делиться. Вот, постоянно приезжают, нас туда приглашают, ГЦНПК же постоянно туда какие-то презентации, с презентациями ездят. Вот. Поэтому тут вот очень такой момент, насколько, как бы, насколько для нас это возможно. Вот в сентябре в Ташкенте был форум, кинофестиваль первый после возрождения, да, лет 20 у них там не было, хотя до этого Ташкентский кинофестиваль был там одним, как бы, ну, одним из мощных, именно вот в этой вот юго-восточной части, одним из мощных, как бы, таких вот киномероприятий. Вот. И там все практически были, присутствовали все представители всех платформ. Вот. И тогда, когда вот на мою, как бы, такую вот реплику, у меня там тоже было свое отдельное выступление, я как бы сказала, что, ну, вот мы же практически живем в одной, скажем так, в одной культурной среде, в одном культурном контексте, да. Вот. У нас там это называется постсоветское, постколониальное, что мы никак не можем расстаться совсем с этим, может, там не стоит расставаться особо сильно, потому что мы, благодаря этому, мы живем в одном таком дискурсе, который, как бы, истории там, которые происходят у нас, понятно, и вашему зрителю. Давайте, как бы, найдем какие-то точки соприкосновения. И, так сказать, в ответном слове, в ответном слове практически, ну, все сказали, мягко так, все сказали, что, вы знаете, тем более я говорю, что сейчас, смотрите, музыка казахи, юмор казахи, телевидение, куда я открою все казахи, да, там, в фильмах тоже снимаются, там, наш Аскар Ильясов, там, да, тоже казахи. Вот. Ну, мне сказали, что это немножко не одно и то же, так сказать, что это две разные вещи, да, что юмор одно, музыка одно, а кино это совершенно другое. Вот. Говорили более такие вещи, что, как бы, со сценариями нам нужно хорошо работать, намного лучше, да, чтобы как-то хотя бы конкурировать. Ну, немножко, чтобы они заинтересовались нашими историями, да, нужно, как бы, ну, как-то нам очень хорошо проработать сценарные вещи. Вот. Ну, то есть, вот, как бы, такие очень практические советы были в этом отношении. Вот. Что, как бы, что бы они хотели, что бы они хотели видеть, да, когда мы идем к ним, просим, давайте вы нам, как бы, дадите денег, и мы вам тут для вас что-то снимем. Да. Я могу сказать, что вот, да, все, вот, что вот тем же самым кинопоиском, вот, с момента общения, и до сих пор я разговариваю о том, и убеждаю их в том, что, ну, что бы сняли по их заказу. Да, 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 чтобы, давайте, вы начнете для себя снимать здесь, как это делается в России, потому что, да не все подряд берет кинопоиск, это все прекрасно знают. И количество, объем казахстанского кино, который вам был бы интересен, он конечен. Вот, допустим, вот сейчас настала такая ситуация, что все, вам брать нечего. Все, что можно купить, все, за что вы готовы были платить, нет, в библиотеку они возьмут все подряд, но мы же сейчас хотим другие вещи. Все, за что они готовы были платить, все, они все купили. Вот сейчас лето до осени, до тех пор, пока у нас новые фильмы не выйдут в прокат, а это не раньше октября-ноября, это и то сейчас, если таким пешеными темпами снимать, да. Вот, ну вот, кеопарка сейчас что-то выходит, да, в июле, потом в августе, но основная масса пойдет именно тогда. Вот у вас ничего как бы нового не будет. Давайте вы будете, начнете снимать, это вот уже год. Какой год? Наверное, да, даже чуть больше года я их убеждаю в том, что нужно их как бы снимать. И они не особо торопятся, потому что они аккуратно изучают, собирают, смотрят, смотрят, активно очень смотрят кино, активно смотрят то, что происходит как бы здесь. Вот, но вкладывать как бы деньги, давать деньги на то, что они очень много дают сейчас в России, да, они не торопятся. Ну, может быть, сейчас что-то будет какой-то прорывной, потому что вот сейчас они посмотрят, что все, сейчас у них просядет по покупке в Казахстане. Вот, как-то это подвинет ситуацию. Ну, вот полтора года, даже больше, они меня выслушивают, они, да-да-да-да, мы, конечно, понимаем, что к этому придет, но пока как бы какого-то никакого результата какого-то пока нет. Хотя, как бы, да, я уже не помню, по-моему, все уже отправили кинопоиску свои презентации своих фильмов. Ну, вот, по-моему, нет такого человека, который бы что-то там кому-то да не отправил бы. И опять-таки нет ни одного, который бы что-то снял на день российских стримингов. То есть, для этого тоже нужно время. Для этого тоже нужно время. Вот, точно так же, как, допустим, нужно время для того, чтобы что-то произошло, чтобы вот они купили с Жаном, а потом пошло-пошло-пошло, вот для этого тоже нужно время. Вот. Это вот, для того, это о том, что есть ли у нас возможности. Да. Вот вы как раз упомянули вот про то, что они говорят про сценаристов, как я вывел для себя, в сухом остатке, без вот как бы, у нас классные режиссеры, ну, я вот, чтобы сравнение, у нас все вообще классно в индивидуальных видах спорта. Ну, то есть, и в самом спорте буквально, что у нас вот все побеждают, те, кто вот один прорвался человек, от него, ну, не зависело это от команды, а он один, там, боксер, там, как-нибудь, там, велосипедист, прыжок, там, в прыжках, то есть, все, что командное, у нас плохо работает. И, соответственно, так же, как, условно говоря, и в искусстве, да, то есть, прорываются, там, например, режиссеры какие-то, например, да, в музыке, там, где вот, ну, от команды сильно не зависят, то есть, это, ну, там, нужно вот, ну, можно пробиться, благодаря своему таланту, где-то один, ну, там, даже если есть какая-то банда, но это не кино, когда очень коллективный вид спорта, да, то есть, там много составляющих, вот, и я так понял, что ключевая составляющая, которая нужна, например, ну, так, скажем, нужна, никто, конечно, прям так не ищет, но, скажем, может быть, востребована, да, вообще востребована во всем мире. Ну, условно говоря, это сценарий, то есть, у нас есть классные режиссеры, мы можем собрать, там, в принципе, ну, там, на одну, два, три, ну, там, на три проекта, наверное, классных и художников, там, операторов-постановщиков, самобытных, там, все очень круто, да, там, с каким-то своим почерком, вопрос сценария, то есть, вопрос того, что, а по сути, это и нужно, ну, я для себя вывел так, по сути, эти истории и нужны там, за пределами, условно говоря, Казахстана, потому что, ну, вот, как нам, вот, тоже наши коллеги-продюсеры рассказывают, можно пробиться, условно говоря, и в Москву, и ко всем решающим людям, которые сами производят контент, они закупают, да, но кто-то должен эти истории написать, да, они тогда, ну, тем более… Не проблема же пробиться и выйти на кого-то, особенно сейчас. Сейчас не проблема… Да, а они открыты, то есть, такой вонет, что ты, там, там, стучишься и там, нет, а сейчас все открыты… Ну, то есть, я просто сравниваю, что, наверное, с телеком была бы раньше история такая, то есть, ты бы не мог пробиться на русский телек, ну, словно говоря, с каким-то своим продуктом, потому что, во-первых, у телека ограниченный эфир, да, во-вторых, нужно, не нужно, там, очень за форматы. Сейчас, может быть, казахская история на казахском языке, на любой с ними платформе, там, с субтитрами и так далее. Вопрос, вот я для себя сделал так, ну, я вообще захожу со сценария, вообще, ну, в смысле… Это абсолютно правильный вопрос, именно… Да, развитие, как бы, сценария, а сценария – это такая штука, которая, она, ну, не может быть какой-нибудь, ну, вот, сори, но вот, певец, он может быть от части, вот, от природы, ну, и потом он много работал, да, режиссер в том числе, да, у него будет какое-то свое видение, можно увидеть в клипах его, а потом дать ему фильм, и он вот что-то свое реализует, да. Сценарист, который, ну, условно говоря, сидит-сидит, а потом вдруг он знает, как там сложный, например, написать сценарий сериала, может быть, фильма в какой-то степени, да, режиссер, но вот сериала структурно и понимая, как это все работает, он не может быть просто одарен таким образом, это как ученый, он должен практиковаться, да, он должен… Это школа, и мы опять переходим к роли государства, да, это школа, это школа, это классы, это постоянно, постоянно очень, да. Да, да, согласен. Ну, вот я просто к чему говорю, к тому, что, может быть, просто есть смысл опять, ну, все-таки вне государства, да, потому что, ну, видите, для меня вот как государство, это значит, ну, тогда это что-то вроде, ну, тогда мы можем ничего не делать, ну, эффективность пробивать что-то в государстве, я вижу только такую, ну, например, вот, например, вы, вы пробиваетесь там, получаете больше признания, у вас появляется условно-го сила, а сила пробивать это условно-го там, где меняются каждый раз люди, и эта селекция не потому, что кто-то более, ну, скажем так, разбирается в нашей отрасли, понимаете, а, ну, по каким-то другим причинам, это что-то, ну, мне кажется, как стезифов трут чуть-чуть, то есть надо быть, надо быть признанным где-то, чтобы ваш вес имел, как бы, ну, как бы, ваше слово имело, как бы, больше вес, и таким образом, ну, как мне кажется, менять нашу, как бы, вот, индустрию. Ну, вот, профессионально, что мы можем вот здесь сделать? Ну, тут же, тут же, опять же, это двойная игра, то есть я вот, допустим, если вы знаете, я недавно был членом экспертного совета ГЦПНК, мы вот новый питчинг в этом году, как бы, отбирали проекты, интересный опыт, могу сказать, так, и я для себя там извлек такой урок, что очень много желающих прийти, получить помощь от государства, но ровно столько же людей, которые говорят, так, черт, я не пойду, я не верю в государство. Я знаю точно, как минимум, два очень крутых режиссера, которые способны снимать крутое, большое кино, не только для Казахстана, но и для всего мира, это люди, которые говорят, да, я хочу снять, да, у меня есть идеи, но денег нет. Я говорю, слушай, ну, пойди в центр кино, попроси денег, сходи на питчинг, почему, вдруг одоблят, да не, я не верю, там, коррупция, там, то, там, это, в общем, нет веры, опять же, это должно быть, вот, двойная игра. Что касается, вот, роли государства, вот, там, сколько лет существует ГЦПНК, сейчас, вот, я считаю, что настало время, когда он должен реформироваться, потому что работа центра, она не совсем корректная, как инициатива, как идея, это классно, потому что это есть во всем мире, а сама структура работы, сама система работы, она, вот, коллега, вот, прям, инвалид. Почему? Потому что очень много людей, режиссеров, продюсеров, которые снимают на деньги государство, но у них задача снять, а не показать это кино, понимаете? Да. Вот, как один человек сказал, это продюсеры, которые хотят зарабатывать на входе, а не на выходе, и эта проблема двухсторонней игры. Вот государство говорит, вот, допустим, я государство, я вам говорю, вот, Николай, вам 5 миллиардов тенге, снимите 10 фильмов. То есть, я ставлю задачу снять 10 фильмов. И все. То есть, я не ставлю задачу, чтобы эти фильмы, там, вышли в международный прокат, чтобы завоевали какие-то премии, награды, чтобы в этих фильмах играл, там, Леонардо Ди Каприо, или там еще что-нибудь, чтобы деньги заработало в государство обратно. То есть, задач таких нет. Говорит, снимите все, что будет, то будет. Ну, в итоге, сколько мы за последние, там, 3 года, сколько ГЦПНК существует? 3 или 4 года. Сколько успешных кейсов мы знаем? Сколько кейсов вообще мы знаем, давайте. Ну, я могу сказать, что снято, ну, достаточно много проектов. Каждый год там снимается, насколько я знаю, точно по 2-3 фильма, как минимум, снимаются. Там и про «Жамбл» снимали, «Время патриотов», между прочим, тоже ГЦПНК-шный проект. Там «Паралимпийц», «Ахмед Байтурсынов», вроде его еще снимают. Его снимают. Да, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, окей, их сняли, дальше что? Вот «Паралимпийц», у него какая-то была крутая пиар-компания. Где? Ну, как бы, ну, сколько он заработал? «Время патриотов» – то же самое. Там бюджет, просто колоссальный бюджет. И эта игра вот двухсторонняя. То есть, если государство дает деньги на реализацию проектов, государство должно требовать какой-то отдачи. то есть, продюсер не только должен снять и заработать там где-то между в бюджете себе заложить маржу, а должен как бы предоставить гарантию того, что вот фильм заработает вот столько-то. Ну, скажем, к примеру, там мы сидели в экспертном совете и ознакомливались с заявками, и там в заявке есть такой пункт, мол, прогнозы, просто прогнозы продюсера, сколько потратит и сколько от чего заработает фильм. И там пункты, мол, телевидение, прокат, международный прокат, фестивали, стриминги и так далее. То есть, я не буду называть картину, запрашиваем 500 миллионов тенге на производство фильма, прогнозируем заработать 5 миллионов тенге. Ну, что это? То есть, продюсер в наглую, то есть, он даже этого не стесняется, он говорит, дайте мне 500 миллионов, я сниму, заработаю только 5, ну, дайте мне, ну, вот. Ну, Иль Кибуан, давайте вот вам представьте себе такую ситуацию, что вот Зире финансировался, государством, да, например. И, ну, вы же сами говорите, что вы немного собрали, но мне кажется, здесь вообще очень большая, ну, если мы все-таки заходим на эту территорию, я не знаю, нужно или нет, но вообще большое, очень много подмен понятий. У нас все неправильно понимают свои ролевые модели. У нас, условно говоря, телеканалы, они себя ведут, как фонды поддержки кино. То есть, они говорят, молодых кинематографистов. Ну, и молодые кинематографисты тоже к этому так относятся. Хотя у них нет таких целей. У телеканалов цель получить рейтинги, сделать контент. А вот такой фонд поддержки кино, вот как вы сейчас говорите в таком роли, он работает, как вроде как какой-то продюсерский центр, который должен зарабатывать. Но этот фонд кино, ну, вот этот фонд кино, у него не должна быть не такая цель. У него должна быть поддержка деятелей кино. В первую очередь. И даже если они не зарабатывают, потому что, ну, так устроен сейчас рынок. Потому что, если они будут зарабатывать, тогда, ну, в смысле, тогда нужно ставить вот эти вот критерии. Тогда, ну, Юркей Буан, из зире не пройдет. Я понимаю, да, я, наверное, неправильно выразился. Заработать – это один из критериев. То есть, это один из KPI, да, которые должны ставить перед производителями. Не один единственный KPI, ты должен заработать денег. Понятное дело, есть авторское кино. Там Адильхан Иржанов, я не думаю, что тоже на своих фильмах много денег заработал. Но, тем не менее, как бы есть какие-то, ну, допустим, там они апеллируют тем, что национальное кино. То есть, в фильме должно быть что-то национальное. Вот это национальное кино, как вы думаете, ну, вот так, если бы, если все хорошо, да, там, там же много вопросов о самой системе, распределении, стимулировании продюсеров, продакшн-студии там и так далее. Сейчас не углубляюсь в это, просто у меня предыдущий подкаст почти весь этому был, как бы, посвящен. Мы с Рашидом Нагманом это разбирали, и вот, вот. Но если взять, что все норм, но вот есть вот это национальное кино, да, вот это понятие. Национальное кино, то есть, у нас в стране очень много, опять-таки, заблуждений и каких-то, это тоже подмен понятий. Это что-то вроде нужное кино, да, оно какое-то из каких-то советских таких, вот, как мне кажется, восприятий. То есть, оно очень широкое. Оно там нужно, потому что это история наша, нужно, потому что поднимает человеческие проблемы, нужно это. Но, вот мой вопрос такой, вот под этим, как сейчас восприятие национального кино, можно ли сделать фильм, ну там, прорывной, да, то есть, вот то, о чем мы, в общем, все разговариваем. Сделать такой фильм, который, условно говоря, там, будет претендовать, там, на топ-10 в Netflix. Снять просто так, говорю, как цель. Конечно. Можно ли сделать такое? Вы думаете, можно сделать такое? Конечно. Я абсолютно в этом убежден. Я считаю, что можно снять кино на казахском языке с казахскими актерами в казахской юрте, условно говорю, то есть, сетап полностью казахский. Нет, пока это немножко не про это, это я 100% уверен. Ну, вот пониманием бенефициара, кто принимает решение, все-таки это был не экспертный совет, да, а вот там, Министерство культуры, понимание, какое кино нужно кому там, нужно населению Казахстана. Их пониманию, что оно должно быть. Я думаю, что все фильмы, которые, может быть, и в Экспертном совете, которые выбирали, там все равно была вот эта составляющая. Что-то вроде это нужное нам кино или не нужно. Может быть, Жаннам, ты не поверишь? Я не знаю, вы же на постпродакшн, да, подавали? На постпродакшн. На постпродакшн. То есть, вот как бы, вот если бы базово подавался сценарий Жаннам, ты не поверишь, мне кажется, это было бы, а зачем нам нужно такое кино? Он бы не прошел. Я вот поэтому думаю, смотрите, вот, я просто хочу подкорректировать то, о чем я говорю про государство. Я думаю, что на питчинг нужно подавать, потому что это в любом случае, ну, условно, как кто-то сказал, это, в общем-то, наши деньги, да, если за них надо бороться. Я думаю, что там, где мы ожидаем от государства, знаете, такой умной, такой продуманной стратегии, которым все учитывают. Ну, вот, мы же все-таки говорим, например, сейчас нужно драматурги, это то, что вот прямо, ну, драматурги, сценаристы, это то, что прямо зияет у нас, хотя она более всего востребована, ну, за пределами, да, наши карасанские истории кто-то должен рассказывать. Это не всегда режиссеры, да, то есть им нужна какая-то, как сказать, помощь в виде истории, да. То есть, и вот такой вот, я не верю просто, что государство, ну, по крайней мере, оно может вот такие вещи-то очень надолго думать, понимаете, программами. То есть, как-то делать какие-то инфраструктурные изменения, которых учитывается стимулирование, а не контроль. Понимаете, не контроль за расходованием государственных средств, там, ну, там же всегда вот это идет, подстраховка. То есть, вот такие какие-то умные какие-то вещи, такие очень стратегические, я вот в это не верю. Я не говорю, что там не надо поддаваться на питчинг, потому что это, ну, наверное, надо, но там есть, ну, надо просто каждый раз думать, потому что система сейчас, ну, понятна. Они сами не знают этих критериев. Понятно, в том-то и вопрос. То есть, условно, ты приходишь на питчинг, питчешь идею, но сценарий у тебя на русском языке. И тебе один из членов экспертного совета говорит, а что в твоем фильме национального? Вы говорите, ну, как, ну, фильм будет сниматься в Казахстане. Казахстанскими актерами. Вот он, для вас он национальный уже автоматически. А экспертный совет принимает решение и говорит, нет, там ничего национального нет, потому что он на русском, потому что там пропаганда, там, условно, там, каких-нибудь наркотиков или там ЛГБТ. Я именно об этом и говорю, когда спрашиваю, вот это понимание национального кино. Его нет. Может ли прорывной проект быть под таким пониманием национального кино? Как вы думаете? Ну, я, во-первых, хочу согласиться сразу с тем, что центр требует структурной перестройки. Вот это то, как раз-таки то, о чем я вот после всей вот этого череды круглых столов, на которых вот стол в пороженном переливали, это самый вывод, который, видимо, никто не хочет сделать самостоятельно, о том, что нам нужно перестроить полностью центр работать. Вот. И я соглашусь, Николай, с вами о том, что именно центр не должен ставить перед собой одну из задач, одну из задач зарабатывания, да, но это не главное. Потому что до этого я слышала, что там разные люди, работающие в центре, говорили, что мы теперь только на коммерческое кино будем, только такое будем пропускать. Вот этого вообще делать нельзя, потому что тогда коммерческое кино у нас прекрасно снимают частные компании. Без государства это все мы сами снимем. Вот. А центр должен при полнейшей своей кардинальной структурной перестройке своей работы, вот, он должен все равно и документальное, и короткометражное, и анимацию. Потому что если центр этого не будет делать, распределитель государственных денег, этого вообще никто не будет делать, потому что частники не пойдут снимать ни документалку, ни анимацию, потому что анимация это дорого, и это очень сложно отбиваться в прокате, вообще детское кино это вообще отдельный разговор. Да. Самый сложно монетизируемый контент в том же Ютьюбе это детский контент. Да. То есть ты должен, я не знаю, что снять там, да, вот мы, кстати, тоже про этот детский контент недавно говорили, что почему у нас студия Дисней самая богатая кинокомпания в мире, потому что она снимает, с одной стороны, детское кино, да, то есть то кино, которое, во-первых, детские у нас как смотрят, пересматривают все несколько раз, да, и каждые 5-6 лет появляется новое поколение зрителей, которые начинают смотреть все те же самые мультики. Новый Тамбо, новый Мига джунглей. Да, все начинают смотреть то же самое, вот, поэтому компания Дисней самая богатая кинокомпания в мире. Но для того, чтобы это получилось, нужно снимать как компания Дисней. Вот, вот, и другого нет. Нужно снимать как Машу и Медведь, да, как Машу и Медведь, у которой миллиардные просмотры. Опять-таки, это тот же самый принцип. Но мы сейчас про это говорить не будем, это вообще тема отдельного подкаста о том, что такое, как монетизировать, как снимать, о том, что это сложно, это только кажется, что дети, а что дети сейчас снимут там это все, они там понабегут как ненормальные. Это не так. Вот. И поэтому государство должно поддерживать, развивать и анимацию, и документальные фильмы, и короткие метры, и то, что как бы называется и национальным кино, что такое вообще национальное кино. То есть, опять-таки, да, разработать критерии, что такое национальное кино. Почему кино не на русском, не национальное кино? Может быть, национальным кино. Вот. То есть, это большая работа, которая абсолютно права, Юрки Булану, нужно начинать именно с перестройки работы всего центра. Поменять там людей, добавить этих людей. Перестроить не только на уровне того, по каким критериям будет приниматься фильм, но и потом, как во время работы этот фильм это будет все стоять. Можно взять тот же самый Netflix за основу, как у них построена работа с теми людьми, которые для них снимают. Для них во всем мире снимают очень много чего. Это все одновременно. Вот вы говорили про Ири. Можно взять эту модель, потому что там то же самое. То есть, им приносят на, скажем так, на проверки какие-то у них. Вся там работа у них, то, что ты проверяешь, не вылезли ты из бюджета, соответствующие там всего такого. Вот прочего. Вот. Это второй момент. И третий момент, разумеется. Если центр должен не только как бы следить и контролировать, но и помогать. В том же самом международном продвижении. Абсолютно. Потому что не все же приходят люди, которые знают, что это такое. Сейчас, конечно же, вот все посмотрели, что по фестивалям пошли, да, вот тот же самый Жаннам, да. И все сказали, а мы тоже сами будем это делать. Сами будем продавать, сами будем на фестивале. Но не получается. Это у всех сами. Не получается. И продавать. И о международных продажах тоже не нужно думать. Прямо как это одна из целей. Потому что не все далеко продают. Точно так же, как Кинопоиск берет не все наше кино. Точно так же, как во всем мире в другом точно продается далеко абсолютно не все. Вообще абсолютно не все. А там вообще вороночка еще более уже для нашего казахстанского кино. А почему? потому что там контента намного больше. Да, у нас раз-два можем посчитать. И Россия для нас тоже казалась понятным рынком. А там дальше все. Дальше этих фильмов. Этот Каннский кинорынок, он же просто бешеный был. Во-первых, упал средний ценник, потому что нет России. А Россия не только главный продавец, но и главный покупатель. То есть Россия закупала очень много чего. У них 20 часов ежедневного бесплатного телесмотрения. Это вообще ситуация, которая вообще ни в одной стране мира нет. И эти 20 часов нужно чем-то заполнять. Поэтому она очень много покупала. Сейчас, когда их никуда не пустили, и, соответственно, из всех пакетов убрали все российское кино, то есть ценник сильно опустился. Но фильмов было очень много. Все, кто держал во время пандемии, подумали, что да нет. Потому что это первый Каннский, который прошел именно в офлайне. А в онлайне, и оффлайн, и онлайн две разные вещи. Ты, говорю, если хочешь нормальный проект, ты, конечно, лучше в офлайн идти. В онлайне ты просто там сидишь, забываешь зайти, потому что ты тут сидишь, тебе тут какая-то встреча, какой-то телефонный звонок. Когда тебе нужно ехать, ты вот вкладку закрыл, и как бы потом вспомнил, блин, там же кинорынок у меня идет. Но это ладно, это такие мелочи жизни. То есть это все требует кардинальной перестройки. И опять-таки мы возвращаемся к этой пресловутой роли государства. И то, о чем говорите вы, Николай, стратегически все это, опять-таки, частные лица пассионария рынка. Да, мы можем какой-то ориентир поставить, мы можем как бы пробить, но, извините, стратегически заложить основу воспитания драматургов, или мы не сможем это сделать. Во-первых, у нас задач таких нет. Мы все-таки, давайте понимать, что частный бизнес, мы все-таки бизнес. Да, у меня все-таки зарплаты, аренды и так далее, тому подобные расходы. То есть я должна как бы про это думать. Да, именно потому, что как бы я пересидела, наверное, на всех круглых столах, у меня в голове сложилось, и как бы я понимаю, что нужно и как делать, да, с точки зрения бизнеса. Как бы я перестроила этот центр, как бы я построила в этом работу. Ну, это как бы мое мнение. Но то, что это нужно делать, это однозначно. Это однозначно. И, конечно же, не нужно затачивать всех на то, чтобы мы только как бы приносили те сценарии, которые будут коммерчески успешны в нашем прокате. У нас до этого есть... Ну, то есть у фонда такая роль, есть вот продюсеры, которые там, ну вот, которые, например, ну, как вы там пытаетесь на международный рынок, кто-то на коммерческий рынок, какие-то сценарии, ну, например, там пишут. Но вот я просто думал о том, что, ну, мы совсем ничего не можем сделать с этим. Ну, не с этим, не полностью изменить, а вот вопрос, ну, завтра, предположим, да, предположим, у вас Netflix будет заказывать три проекта на эксклюзиве, ну, и вам тоже этот вопрос, ну, ну, где вы будете брать сценаристов? Ну, в смысле, просто, грубо говоря, ну... Будем работать с Netflix, под их строжайшим контролем, а вы думаете, Netflix вот так просто даст? А где возьмете сценаристов? Ну, а что делать? Будем брать то, что есть, будем рекрутировать в России. А как, думаете, сейчас работают, допустим, наши с российскими продакшенами? Точно так же, это 115 вариантов сценариев, переписываем, 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 ну, вот это так. Вот, ну, а других вариантов, а других вариантов нет. Нет, нет, я понимаю, я просто к тому, что какое-то количество, понимаете, я понимаю по действиям, что вы делаете, да, у вас есть персоналисты, ну, объем увеличивается, предположим, то есть у вас больший объем, просто у вас эти же люди, ну, которые вот сейчас там, например, пишут, наверное. Мы упремся в потолок, мы не будем брать 10 этих оригиналов у Netflix, потому что мы их просто не потянем. Да, Netflix, когда это поймет, а поймут они очень быстро. Вот, он нам закажет максимум один, господи, сделайте нам хотя бы один. Нет, если речь идет о нехватке кадров, то я не соглашусь, потому что я искренне, может быть, это романтизирую я, но я искренне верю в то, что и сценаристов у нас талантливых, крутых много, и режиссеров, и продюсеров, и так далее. Мы просто о них не знаем, вот и все. И роль сценариста в кинематографе, к сожалению, ну, наверное, не только в Казахстане, но и везде, она такая непростая, потому что ты пишешь один фильм там 3-4 месяца, получаешь за это по-братски там 500 тысяч деньги, да, и все. А ты от души пишешь, а дальше что тебе делать? Ты ждешь, пока этот фильм выйдет, чтобы о себе заявить, а он там год монтируется, ты там пишешь какие-то ролики, сериалы, непонятно для кого, для чего. А сценаристов во всем мире такая. Да, сценаристы, поэтому... Вопрос только в том, что нужно начать... В Америке все там перескнули. Нужно начать только поверить. Ну, то есть, надо верить в ребят, то есть, давать возможности. Ну, собственно, чем мы и хотим, вот в хора заниматься, то есть, вопрос там о рекрутировании зарубежных сценаристов у нас никогда не стоял. Каш написал наш парень, Аблай Нурмамбетов. Да, он живет в Америке, он как бы и обучался в Америке сценаристов, но тем не менее, это наш парень, который прекрасно знает историю Казахстана, язык и прочее. К Зере также, и вот хоррор, который мы снимали, также писали наши ребята, талантливые еще и люди, которые пишут красиво, и просто нужно развиваться и постоянно это практиковать. Вот и все, нам нужны кейсы. Понимаете? Вот и все. То есть, если у нас там 80% рынка это комедии и непонятные сериалы, это еще не говорит о том, что у нас хороших сценаристов нет. То есть, это просто нужно вот это процентное деление чуть-чуть сокращать. Это такой замкнутый круг, то есть, чтобы ты платил хорошие деньги, хорошие сценарии, тебе нужны хорошие деньги, ты берешь хорошие деньги. Как бы тебе нужно что-то, тебе опять-таки нужен хороший кейс, тебе нужен хороший сценарий, который бы выстрелил, ты потом бы взял и опять-таки что-то кому-то там отдал. Ну вот я вот поделюсь, как мы рассуждаем. Мы рассуждаем такой политикой малых дел. В общем, мы сначала вот на этих непонятных, мы делаем эти непонятные сериалы для телека, и там формируем, ну, первую проблему в чем? Вот как вы сказали. У сценаристов нет работы, как таковой профессии. То есть, это какой-то, ну, это занимаются, но это тяжело заниматься регулярно. Ну как бы, да? То есть, нету такой, как сказать, тяжело сделать, чтобы это был постоянный, как бы, заработок, ну, как работа, скажем так. Пусть она там проектная, но как работа. Вот. И мы сейчас что сделали? Мы взяли, вот, сформируем сценарные группы, которые вот пишут вот эти сериалы. То есть, первое такое импортозамещение каких-то сценаристов, вот, просто в телевизионных сериалах. Чтобы просто люди могли набивать руку, как я вот сказал, мы подходим к этому как к ученому, чтобы их, там просто они делали какие-то очень форматные вещи. Ну, кто-то думает, что может испортиться вкус, но я вот, как бы, немножко с этим не согласен. После этого мы делаем, что, ну, там, у нас тоже какая-то есть иерархия, мы там подтягиваем на более-таки, не менее форматные проекты. Вот сейчас мы делаем конкурс на сценарии, мы там, небольшой приз, 500 тысяч тенге, без никаких выкупа прав, просто чтобы люди в этой индустрии дописывали сценарий. Потому что у нас очень много, кто приходит и говорит, у меня есть сценарий, а это просто идея на один лист, да, а основная проблема, мы не знаем, как он пишет диалог. да. То есть, вот чтобы кто-то приносил пилот сценария и пилот полнометражного фильма, мы ничего за это не берем. Мы просто дадим деньги, будет жюри, и просто, ну, 500 тысяч тенге, просто деньги и все. Просто чтобы как-то стимулировать людей, чтобы они дописывали. Дописывали, да. Потому что, ну, сценарий на идеи, сценарий написан, это вообще разные вещи. Кроме этого мы делаем вот сейчас читки по субботам, то есть сценаристы собираются и могут прочитать свой, любой сценарий своим коллегам, как бы, которые могут как бы это обсудить. Фокус-группа, да. Да, ну, это там, есть там технология, как бы она работает, там есть методика, как это можно, условно говоря, делать. Ну, и вот мы делаем всякие питчинги и так далее. Ну, я как, как я это вижу, может быть, не будет очень крутых сценаристов. Вот сейчас мы маленькую задачу ставим, чтобы вообще была такая, как профессия, понимаете, там какие-то деньги регулярно можно зарабатывать таким сценарным хлебом. Ну, там, условно говоря, это вот такое маленькое, ну, маленькое к этому движение. Понятно, что я заточен больше на сериалы, и поэтому у нас, может быть, где-то и вот и подходы, в чем у нас разница, в том плане, что вы все-таки, может быть, мыслите фильмами, когда фильм, ну, я так, сори, что упрощаю, как действующий сценарист, фильм, возможно, такая история есть. То есть сценарист, он сидит, талантливый, у него есть какой-то вот фильм, потому что там, ну, структура не такая сложная, скажем так, она уже и так, в принципе, ее все знают. В сериалах там сложнее, то есть это нужно, ну, такой, короче, надо выучиться это делать, нужно практиковать, ну, в общем, вот такая вот история. И мы вот такую какую-то маленькую такую инфраструктуру, как бы, ну, создаем. Ну, понятно, что у нас, ну, вот, и недавно, вот, я просто как инсайт, или, я понял одну вещь, что, ну, все-таки мы не добьемся того, что у нас будут потрясающие сценаристы, там, ну, они могут быть талантливые, но вот чтобы это было как в той же Корее или в Турции, то есть какая-то прямо индустрия, да, которая на этом, как бы, сидит. Я понял, что нужно за рубежом, вот как раз-таки вот эти наши, вот, я думаю, коллаборации режиссеров и сценаристов. там уровень, но потому что там есть классный почерк, какой-то вайб свой, потому что у нас режиссеры такие прикольные, они, в том числе, потому что у нас нету институтов, это может быть как и в музыке, сыграло положительно, потому что у нас такие дикие, и поэтому они полностью открытые, то есть если в той же Украине, как бы, да, там гораздо более форматные вещи, и вот человек заходит в эту, и вот так надо снимать, так надо, ну, там снимать, а здесь у нас такие, там, из клипов вошел туда, потом это снял, потом там, потом YouTube, и так далее, и вот мы теперь делаем, что мы там делаем сценарные группы, в которых есть режиссер, условно, с каким-то видением, ну, пытаемся создать такие группы, там, мне нужно три, вот, ну, и вот, как бы, вот такие маленькие, да, они, наверное, коренным образом не поменяют всю индустрию. Это инициатива ваших частных компаний. Да, да, инициатива частных компаний, которая, конечно, она в чистом виде не работает эксклюзивно, то есть это делается, абсолютно, то есть она не будет, это постоянная, основе-то всего. Они их беспокоятся, они нужны, Я не сильно верю в заботу такую, я верю в условия, как я, опять-таки, как предприниматель, я верю в условия для того, чтобы человек мог, ну, самое лучшее отношение, когда мы с вами вместе зарабатываем, знаете, никак не кажется. Ну, Творческие люди тоже нужно пестовать, их нужно гладить по голове, их нужно, да, особенно сценаристы, потому что хорошие сценаристы, которые, нет, конечно, которые, в общем, все творцы. Вот у меня был случай, мне пришла идея снять сериал, спродюсировать, я вдохновился одним сериалом, кстати, с Нетфликса, и хотелось вот более ее локализировать, и есть одна девочка сценаристка, которой я доверяю, мне хочется с ней все, никак не получается, хочется поработать, и вот я ей в юнии пишу, в прошлом месяце, я говорю, слушай, есть идея, хочу с тобой написать сценарий, давай встретимся, я расскажу. Она говорит, у меня сейчас времени нет, до сентября, я пишу сценарий, лучше мне не отвлекаться, я говорю, ну, я больше получаса не займу, я тебе расскажу просто, а после, потом в сентябре сядем, более детально расскажем. Нет, лучше мне никакие идеи сейчас в голову не вкидывать, я вот отвлекусь, я себя знаю, я начну об этом думать, и у меня все на перекрестках пойдет, лучше после сентября встретимся. Я такой, вау, вот это вот круто. Я даже побоялся спросить, что она там пишет. Полностью в материале, да, да, да. Ну, как сочинение же, ты же живешь вот в этом во всем, в этих героях, в этой ситуации, тебе нельзя. К сожалению, там есть вариант, что это гримаса нашей индустрии, потому что, возможно, ей одной дали написать 20 серий, и, наконец, понимаете, нет никакой сценарной группы. Вариантов нет, то есть, и поэтому, как бы, такое тоже видели, 100 серий, один человек пишет по серии в день, это уже гримаса, как бы, это уже гримаса, это той сфера, которой я занимаюсь, поэтому, вот. Я хотел попросить вас, чтобы мы еще собрались и поговорили еще про какие-то вещи, например, то, что говорит Анна, про, например, про анимацию, или вообще про заработок, сам по себе, потому что я хотел эту тему сегодня задеть, но мы так классно раскачали, как бы в каком-то другом направлении, вообще про команды и вообще как можно выживать, потому что я понимаю, как мы уже сказали, вы все бизнесы, ну, без вас там не поддерживает государство, да, какие-то вещи вы делаете, ну, как сказать, ради того, что вы не можете не делать, ради там искусства, ради там, ну, чтобы выразить себя, так или иначе, но вот, вот эту подноготную, как бы, как вот, как эти команды, которые я верю, что вот, ваши две команды по-любому прорвутся, и вот они, спасибо, да, сделают, поменяют очень много, вот, как это работает, если можно, можем и договориться, чтобы еще один, мы сделали еще один выпуск, в какое-то время, давайте, все, спасибо большое, я с радостью, я постал практиковать такие публичные договоренности, чтобы потом они были загрязаны, вниманием зрителей, поэтому, большое спасибо, что вы пришли, мне кажется, было интересно, вот, это был наш подкаст на канале серийный продюсер, подписывайтесь, если вам это нужно, всем пока.